Здравствуйте дорогие зрители! Сегодня поговорим о ключевых ошибках монтажа при установке солнечных панелей. А с вами сегодня я, Алексей. Этот вид энергии становится ключевым в Испании, потому что все больше людей и домохозяйств устанавливают солнечные панели и, соответственно, получают солнечную энергию от природы бесплатно. Ну, в кавычках бесплатно, мы об этом сейчас тоже поговорим. И, соответственно, чем больше установок, а сейчас уже почти 48% приходится на возобновляемые источники, чем больше установок, тем больше появляется и ошибок, которые люди, владельцы делятся. Кто-то пишет в форуме, кто-то пишет нам на WhatsApp и на электронную почту, кстати, которая будет под видео, под этим роликом. Если у вас, вы при просмотре ролика увидите такие же ошибки, пишите, обращайтесь, мы все эти вопросы решим. Кстати, друзья, самое время поставить лайк, кто на нашем канале впервые обязательно подписаться. Ну, а сегодняшний ролик у нас посвящен именно ошибкам солнечных панелей, установок. Кому эта тема интересна, я буквально через некоторое время проведу вебинар. Мы следите, мы обязательно в сообществе разместим, подпишем, все пропишем, как на него попасть. И, соответственно, кому интересна эта тема, всех приглашаю на мой вебинар, мы поговорим, пообщаемся. Кстати, вебинар будет бесплатный, мы разместим форму для регистрации, соответственно, вы все можете зарегистрироваться. Я поотвечаю на ваши вопросы и расскажу вообще о системах энергоснабжения, которые перспективные, которые используются здесь в Испании. И расскажу, как можно экономить на электроэнергии. Если вы платите за свою электроэнергию в летний период, в летние месяцы больше 100 евро, то, соответственно, этот вебинар будет вам полезен. Ну и всех приглашаю, конечно, мы обязательно об этом сообщим в нашем сообществе. Переходим к ошибкам. Первая ошибка, это самая распространенная у многих установщиков, в том числе у испанцев и русскоговорящих, без разницы, это неправильная установка панелей, неправильный выбор местоположения самих панелей. Немножко раскрою эту тему. У нас было несколько случаев, нас приглашали проинспектировать именно установленные солнечные панели. Вот одна испанская компания и один русскоговорящий, скажем так, установщик пригласил. Ситуация такая, что испанская компания получила чертеж на установку солнечных панелей, ну и рабочий инженер передал это все в поле, так называемое. Рабочие посмотрели, смонтировали установку, установка не заработала, ну заработала очень плохо. Оказалось, что просто проект был перевернут другой стороной, и они наклон панели сделали с юга, наоборот, на север. То есть, соответственно, выработка была раза в два меньше, и в вечернее время вообще не работало. Естественно, им пришлось все это дело переделывать. Установка очень большая, 60 киловатт, и работы было очень много сделано. Конечно, установщик долго сопротивлялся, рассказывал, что в Испании солнце всегда сверху находится, и никаких проблем с этим нет, и что нужно оставить все как есть. Пришлось в этой компании вызвать третью сторону, чтобы третья сторона написала акт и составила техническое заключение, что я и сделал. И, соответственно, эта компания переуложила эти панели, направила все-таки на юг. Друзья, если вам устанавливают солнечные панели, вы как заказчик, вы должны убедиться, что действительно солнечные панели находятся в самом освещенном солнцем месте, что не мешают никакие парапеты, никакие рядом стоящие деревья, никакие дымоходы, антенны. Все это снижает производительность, и все это дальше производит к негативному отзыву о солнечных панелях. Если вы заказчик, вы должны тоже сами проверить и посмотреть, правильно ли у вас установщик или нет. Друзья, вторая ошибка, и тоже очень распространенная, неправильный угол наклона. Потому что угол наклона действительно влияет очень на выработку. Порядка, если в нормальном, по азимуту, в нормальном направлении угол наклона выбран неправильно, то вы можете потерять от 15 до 30% как минимум. И в связи с этим я тоже хочу подчеркнуть, что на каждую установку, на каждую широту не просто необходимо выбрать угол наклона. Все прекрасно знают, что по географической широте определяется инсоляция солнца, и, соответственно, вычитываем или прибавляем угол необходимый, в зависимости от мощности электроустановки, и, соответственно, получаем результат. Здесь в Испании немножко не так. Здесь, если в средней полосе выше, скажем, 50-й параллели считается, что зимой солнца мало и угол больше, то тут немножко не так. Тут основное потребление энергии идет летом, когда работают кондиционеры, когда жарко, когда нужно охлаждать, когда нужно не только греть воду, но еще и охлаждать бассейн, у кого есть аэротермия или тепловые насосы. И именно в этом случае вы должны правильно рассчитать угол наклона, чтобы по максимальным периодам, чтобы выбрать такое положение солнечных панелей, чтобы электроустановка работала на все 100% в тот момент, когда вам она нужна, а не когда будет зима и когда вам этого не нужно. И третья ошибка, она тоже очень распространена, и очень часто проблем возникает именно из-за этой ошибки. Я знаю, что очень много неприятностей было у польских наших коллег и также у северных наших коллег, которые монтируют солнечные установки. Это плохая изоляция и плохой контакт соединительных проводов солнечных панелей. Некоторые, когда берут установщики солнечную панель, видят, что там напряжение 50 вольт, и не задумываются, что когда подключаем последовательно 10, как минимум, панелей или 20, то получаем либо 500, либо 1000 вольт. И, соответственно, все соединения, которые делаются, вы должны понимать, что напряжение это уже высокое, и в связи с этим вы должны принять необходимые меры. Ну, те, кто профессиональные установщики, они знают, что с этим делать и как быть. А вот с непрофессиональными очень часто встречаемся. Это не только пожары, обугленные провода. Пожаров сейчас меньше стало, я расскажу потом в конце этого поста маленького. А вот, допустим, обрывы проводов и переставание, скажем так, работы солнечной установки – это да. Ну, а пожаров не происходит по той причине, потому что нормальный установщик, естественно, они устанавливают защиту линий, не только защиту, еще и различные системы. Многие установщики инверторов используют еще и искусственный интеллект для защиты своих инверторов и своих сетей. И, соответственно, при искажении каких-то данных и при неправильной работе оборудования этот элемент просто отключается, и этим самым получается дополнительная безопасность всей системы. Четвертая ошибка, которую многие пренебрегают, что солнечные панели необходимо мыть. И многие установщики, я уже несколько раз столкнулся, которые находятся здесь, в районе провинции Аликанте, это установщики, которые рассказывают своим клиентам, что нужно солнечные панели мыть моющимся средством, можно добавлять ферри там и разные-разные. Кто-то рассказывал, что мы используем пену для мытья машины. Друзья, это щелочные вещи, категорически нельзя использовать в солнечных панелях. И если вы хотите ухаживать за своей панелью, если вы собственник и вам установили солнечную панель, ну, самое простое, вы можете купить в магазине дистиллированную воду и помыть вот этой водой. Это будет самое простое и самое безопасное для вас. Ну, а тех установщиков, которые рекомендуют мыть пеной для мытья машины, ну, друзья, вы категорически неправы. Щелочь попадает в швы, попадает в... Ну, я не буду рассказывать, куда еще дальше попадает, но в любом случае ваша установка, срок эксплуатации сократится там до двух, до трех лет. Потом она просто выйдет из строя. Пятая ошибка, но она опять же тоже распространена. Это причина в неправильном, не то, что неправильном, а вообще не в обслуживании солнечной системы. Любая электроустановка, она предполагает, что раз в год необходимо провести обслуживание. В обслуживание входит не только там очистка грязи, пыли там и так далее, но и проверка контактов. И вот мы несколько раз уже тоже встречались, что действительно здесь происходит, установщик установил и забыл, клиенту это не нужно. Клиент считает, что ему дали срок гарантии там 15 лет, и 15 лет в нее соваться не нужно. Но, к сожалению, мы живем на морском побережье, у нас очень много в воздухе соли, и происходит не только окисление контактов, а бывают и такие моменты, что вот при именно попадании соли даже отваливаются провода, которые были просто, ну, неправильно соединены, разъем. И в момент обслуживания, конечно, специалист все определяет. Друзья, еще раз повторюсь, самое время поставить лайк. И еще хочу сказать, ошибок на самом деле очень много, но мы переходим к следующей ошибке, это настройка самого оборудования. Многие установщики получают в коробке инвертор, вешают его на стенку, вводят там необходимые параметры, подключают к сети, и на этом все. Но, к сожалению, все оборудование и каждые электрические сети в нашем мире, потому что производитель, допустим, Китая распространяет свое оборудование не только в Китае, но и в Европу, допустим, в Америку, в Англию, в Австралию. И в каждом из этих регионов свое напряжение, свои нормы и так далее. И в связи с этим возвращаемся к шестой этой ошибке, что при настройке параметров оборудования вы должны очень внимательно к этому подойти и как специалист выставить те необходимые параметры, которые именно в вашей стране. Потому что, получается, у нас, опять же вернусь к нескольким моментам, что был клиент, звонил и спрашивал, что делать. Он спрашивал, что делать. Мне установили солнечную систему, и напряжение у меня доходит до 250-260 вольт в сети. Причем, когда инвертор выключаем, напряжение нормально. Когда инвертор включается, напряжение повышается. Друзья, это неправильная установка. Это действительно установщик должен решить эту проблему. Это тот специалист, он знает, что нужно сделать, и как исключить вот эти моменты. Так что, друзья, вот эти все параметры, это все как снежный ком может привести к негативным последствиям, к негативному восприятию солнечных вообще системы, солнечной энергии. И также для домовладельца может создать такую головную боль, потому что вот клиент из Аликанта, он месяц звонил, консультировался по телефону, заплатил кучу денег, а потом просто вызвал нас. Мы приехали, и оказалось, вопрос решился очень просто, но нервов потратил очень много. Следующая ошибка, седьмая, она тоже достаточно распространена. Это неправильный выбор вообще подсистемы. Та конструкция, на которую крепятся сами солнечные панели. В связи с тем, что мы находимся в таком регионе, где можно встретить различные виды крыш. Это и черепицы, и бетонные, и керамзитные крыши, и железные крыши. И там просто может солнечные панели стоять на земле. И в связи с этим подход должен тоже такой общий, планомерный. Потому что для каждого вида крепления есть определенные свои крепежи, есть свои системы, они рассчитаны, они выбраны именно под это. И не может быть, что одно и то же подойдет и туда, и сюда, и везде. Если это устанавливается на землю, тут нужно учитывать коррозийную, щелочную составляющую самой почвы, коррозийную обработку элементов. Если это на крыше, опять же, близость моря. Если это где-то в горах, ветер. То есть все вот это в совокупности, это ошибка при выборе происходит, именно когда человек использует то, что делал, как мы всегда, мы так 20 лет монтировали, да, условно, и получается смонтировали где-то в горах, и крышу сорвало, все панели улетели, клиент думает, что делать. Установщик радостно говорит, у меня все это застраховано, и я это все компенсирую, но проблема все равно остается у владельца. Потому что владельцу нужно снова вызывать установщика, снова смотреть на этих людей, которые там таскают болгарки и так далее, и сварочные аппараты. Так что вот это седьмая проблема, которая действительно очень широко здесь распространена. Но в связи с тем, что бизнес у всех застрахован, это меньше касается самих установщиков, но больше касается самих физических пользователей этой системы и заказчиков, скажем так. Друзья, кому нужна консультация, под этим видео есть ссылки на наши все ресурсы, пишите, и если у вас реальная консультация, консультации я провожу платно, а если вы просто хотите поинтересоваться установкой и так далее, это, естественно, мы делаем бесплатно, если вы у нас заказываете проект. Переходим к следующей ошибке. Это тоже очень распространенная ошибка. Это выбор инвертора. К счастью к нашему, что мы здесь, находясь на побережье, в европейской стране, имеем такое огромное количество оборудования, что, ну, как бы голова у некоторых идет кругом, но на самом деле это оборудование и выбор его очень узок. То есть для определенных систем, по определенной причине и для определенных напряжений подходят именно непосредственно те инверторы, которые продаются. И каждый инвертор рассчитан и изобретен для определенного технического параметра и для определенной электроустановки. И, может быть, я говорю немножко так загруженным языком, но в любом случае, друзья, если вам предлагают инвертор или ставят инвертор, поинтересуйтесь, какая эффективность, какой КПД, что вы с него получите. Потому что при неправильном выборе инвертора вы можете потерять до 30-35% как минимум той энергии, которую вы можете получить от Солнца. Помимо этого, я расскажу еще один случай из жизни. Вот у нас здесь совсем недавно был случай. Пригласил клиента установить солнечные панели и так далее. Он попросил, говорит, я сам электрик, я все знаю, у меня инвертор есть. Приехали ребята, поставили солнечные панели, и он сказал, что я буду подключать сам. Через какое-то время он звонит и говорит, у меня не получается подключить инвертор, приезжайте. Мы ему назвали сумму, приезжаем, и оказалось, что у него инвертор вообще не на рассчитан. То есть у него совсем другая система в доме, а он купил инвертор другого вообще параметра. Ну, кто электрик, поймет меня, это одна фаза или три фазы, это тоже очень важно. То есть в таких случаях тоже нужно очень внимательно выбирать инвертор именно по вашим параметрам, по вашей системе. Кстати, друзья, смотрите, вон в солнечной панели стоит, одна закрывает другую. Вот еще один момент, про который я и говорил. То есть правильность не только угла, расстояние между панелями, это тоже очень-очень важно. Один из важнейших моментов, это мониторинг и обслуживание всей системы электроснабжения от солнечных панелей. Мониторинг тоже очень важен, и те компании, которые занимаются мониторингом, не только устанавливают и забывают про клиента, отслеживают в период, мы, допустим, в течение года отслеживаем своих клиентов и определяем, делаем персональный профиль, подгоняем под этот профиль уже работу системы, это работу аккумуляторных батареек, если есть умный дом, то работу умного дома, работу оборудования, включая те элементы, которые подключены к умному дому. И, соответственно, мониторинг и обслуживание в течение года тоже очень важно, потому что есть люди, которые пользуются очень активной электроэнергией, некоторые менее активно, встречались клиенты, которые им установили солнечные панели, забыли включить отдачу, получение зеленого тарифа, так называемая легализация, просто не рассказали ему, то есть клиент пользовался много времени, а оказалось, что у него просто стоит островной режим и энергии он получает намного меньше, чем планировал. Так что, друзья, вот эти вот все моменты, которые мы вышли в ошибке, я еще раз повторюсь, что на самом деле их очень много, это одни из основных, и если вам действительно интересно, вы можете подписаться на наш канал и отслеживать то сообщение, когда мы расскажем про нашу встречу, которую мы проведем обязательно, и вы можете на нее подписаться, это все будет бесплатно. Если есть клиенты, которые уже установили солнечные панели и они чувствуют, что у них выработка не совсем такая, тоже пишите, мы с этим моментом тоже разбираемся. Для решения всех этих вопросов и избежания этих ошибок я настоятельно рекомендую обращаться все-таки к квалифицированным специалистам. Не важно, где вы находитесь, в какой стране, в каждой стране есть квалифицированные специалисты, соответственно, только они могут вам решить ваши моменты и подсказать правильность решения. Не лезьте в электричество, это очень опасно. Не забывайте, друзья, что инвестиции в солнечные панели и в солнечные системы, это инвестиции в будущее, и необходимо на каждом этапе строительства, выбора и проектирования выбрать все это правильно и сделать так, чтобы солнечная ваша система приносила вам максимум, чтобы не заморачивала, чтобы у вас не было головной боли по работе системы и чтобы ваша система работала долго и в течение своего срока эксплуатации, ну, раз пять, наверное, окупила стоимость, которую вы вложите в ту установку системы на начальном этапе. Я надеюсь, эта информация поможет вам внедрить солнечную энергию в вашу жизнь, получать удовольствие от нулевых счетов и от того, что вы в ногу со временем. Ну, и в любом случае солнечная система в долгосрочной перспективе будет выгодна, ну, если она установлена правильно. Я вам желаю добра и позитива. Увидимся вновь на нашем канале. Асталуэго! Асталуэго!